Я думаю, особенной роли не играет с тремя центральными или с двумя. Играет немножко другой, как вся команда обороняется и как атакует. С СССР плохо оборонялись другой группой игроков, а не только виноватых два центральных защитника. Было очень много простора. А то, что касается сегодня, ну мы исходили из сегодняшних возможностей. Кто сегодня после ЦСКА все-таки перерыв маленький, два дня. Кто был в более таких лучших кондициях, еще Кверквелли не мог играть, поэтому такой вариант состава был. Кверквелли, он же в аренде у нас. И в Казани он не имел права против них играть или какие-то большие финансовые там нужно было затраты делать, чтобы Рубин дал добро на игру. А Баринов на этой позиции? Ну, оценивать Баринов на сборах он играл неплохо. Не допустил он одну ошибку, наверное, можно было сказать, что-то положительное. Но если проиграли, я думаю, не только Баринов, а все заслуживают отрицательную оценку. Хотя два разных тайма. Первый тайм был очень плохой. То второй тайм качество было достаточно неплохим, но мы не смогли забить. Мы планировали и Ари Фернандеш поиграть по тайму. И также Миранчук с Майкон. Ну, Фарфан наоборот, можно поддержать. Ну, не забил, а защитники такой мяч дали забить. Что Фарфан? Фарфану можно одно сказать, что он сражался, он боец, он старался. Не получилось забить. Больше претензий есть к игрокам, которые сделали более меньший объем работы, которые меньше выиграли единоборств, которые играли неактивно. Чем у Фарфана? В финалу всегда легче готовиться с положительными эмоциями, чем с отрицательными. Сегодня у нас отрицательные эмоции. Поражение с ЦСКА. Какой-то сложный матч с Амкаром. Сегодня, на мой взгляд, мы все-таки поражения не заслуживали, но получилось поражение. Ну, конечно, всех ждем, наших болельщиков, особенно всех ждем. Давайте приезжайте, и нам очень сильно нужна поддержка. Поддержка, потому что сложный период. В этот сложный период мы и должны вместе быть. Спасибо. Спасибо.